Прежде всего, эта встреча – уникальная возможность познакомиться с людьми, чье творчество и деятельность показывают, насколько тесно связана история и культура двух народов. Главный герой мероприятия – отверской художник Николай Дулько и настоятель храма преподобного Иосифа Володского, протеерей Геннадий Ульянич, приехали в Брест, чтобы подарить жителям города над Богом кусочек своего творчества. В основу было положено славянское единение. Это очень важно, чтобы современные молодые люди это понимали, потому что очень много идет информационных искажений и пытаются разделить наши народы, которые все время жили вместе, рука об руку, плечо к плечу. На суд Брещанам была представлена экспозиция картин Николая Дулько «Россия-Беларусь. Непрерываемая связь времен». В своих работах автор предлагает посмотреть на старый цирковой балаган в Твери, узнать, каким был императорский путевой дворец и проникнуться атмосферой лютеранской кирхи. Всего представлено около 20 картин. Все картины собраны из коллекции, взяты на это время, а выставка открылась два месяца назад, из коллекции государственных музеев. Государственные музеи любезно предоставили эти картины. Это картины из музея-усыпальницы, последнего генерала-фельдмаршала России Иосифа Владимировича Гурка. Это картины из Тверского государственного музея, из музея Сергея Яковлевича Лемешева, из первого дома поэзии в России. В рамках встречи брестские ребята услышали занимательный рассказ об истории древнего верхневоложского города, живших там знаменитых людях, среди которых последний генерал-фельдмаршал Российской империи, представитель белорусского дворянского рода Иосиф Гурко, изучением судьбы которого на протяжении 10 лет своей жизни занимался протеерей Геннадий Ульянич. А здесь мы прибыли в связи с тем, что, ну, мой друг и известный художник, уже в России, не только в России, потому что у меня около 16 мировых выставок было, он очень много стал рисовать ту тематику, о которой я только что рассказал. И фактически одна из самых больших работ представленных в нашем музее, нарисована именно Николаем Дулько, который и привез сюда свою выставку, большая часть из которой говорит именно о Сахарова, о Гурко, об этой великой победе. Ну, а я, коль я этим занимаюсь, в принципе, вот все эти годы, плюс я батюшка поющий, выступающий, вот я привез небольшую, так сказать, концертную программу, для того, чтобы, во-первых, почтить память и тех людей, только что мы с Брестской крепости, которые сильно прославили и вашу страну, и нашу страну, вот, с другой стороны, рассказать о прославленном общем полководце, ну, а фактически поздравить, конечно, и ваш народ, и наш народ с Днем Единения. В рамках встречи звучали духовные песни и исторические рассказы. Мероприятие было наполнено патриотизмом, любовью к Родине, памятью об общем прошлом единого советского государства, верой в светлое будущее и дальнейшее процветание дружбы России и Беларуси.